Говорят, что Джек Дэмси бил на две средние. Не знаю, это, наверное, от физиологической особенностей кулака зависит. У меня вот, например, вот эта средняя фаланга очень сильно выпирает, да? Если брать вот этот безымянного пальца фаланга, то на нее просто у меня удар не ложится. Поэтому, не знаю, это, опять же, от физиологической особенностей. Вся основная масса приходится удара именно на среднюю фалангу. И либо ложится на две фаланги. На первую и вторую, то есть указательного пальца и фалангу среднего пальца. Потому что вот сюда, чтобы, да, ложилась масса удара, так скажем, силы удара, я думаю, что маловероятно. То есть как нужно бить? Вот так. Не знаю. Маловероятно. Ну, хотя, в принципе, все возможно. Итак, первое. Разберем положение кулака. Есть классическая постановка кулака, называется, всем известная, кружка. Это когда кулак смотрит внутренней стороной на тебя, локоть находится на уровне кулака, на уровне плеча. То есть таким вот образом. Да, это действительно мощный, сокрушительнейший удар. Один из самых мощных, да? Но при этом угол в локте должен составлять там не более 90-95, там, ну, 100 градусов, да? То есть угол 90 в идеале или чуть больше. Когда угол, то есть это уже получается средняя либо дальняя дистанция, когда угол увеличивается, да, в локте, то есть примерно там от 75 градусов, то постановка кулака, кружка, она уже, в принципе, невозможна, потому что идет излом кисти. Излом кисти. Вот таким образом, да? Либо мы, если мы бьем вот так, да, то есть мы бьем пальцами или открытой ладонью. За что, в принципе, рефери сделает замечание раз, сделает замечание два, на третий раз дискалифицирует. Поэтому я для себя вывел формулу кисть примерно под углом 45 градусов, то есть на две ударных костяшки. Куда приходится именно на две этих костяшки. Локоть находится на уровне кулака плеча, либо чуть выше. Можно бить, в принципе, и вот таким образом, да, удар свинг называется. Но это очень травмоопасно для вот этой первой фаланги, так скажем, указательного пальца, да. Вот если бить вот таким вот образом, то же самое. То же самое. На средней-ближней дистанции отлично удар заходит кружкой, да, когда угол в локте 90 градусов, там не более 100 градусов. И на длинные дистанции, то есть это кулак, расположен примерно под углом 45 градусов. В каком положении должен находиться локоть? По школе, так скажем, по базе, он должен находиться, локоть, на уровне кулака, на уровне плеча. То есть ни в коем случае не должно быть такого положения. Должен локоть заваливаться, проваливаться вниз. Почему? Опять же, да, это нарушение закона физики. То есть получается, раздваивается вектор силы. Да, то есть если он в одной линии и удар идет через кулак вот таким образом, да, вот, то у нас локоть, вектор силы от локтя и с кулаком, они сдваиваются. То есть у нас наиболее, происходит наиболее мощный удар. Если локоть проваливается и удар вот идет, так скажем, параллельно полу, то у нас раздвоение вектора силы. Если опять же удар параллельно полу, но локоть выше, опять раздвоение вектора силы идет. То есть вот локоть, кулак. Ну, на мой взгляд, то есть можно бить боковой удар при таком нанесении, когда локоть выше. Да, почему? Потому что вектор силы, то есть в том случае, вернее, не почему, а когда, в том случае, если вектор силы будет совпадать. То есть такой удар рубящий сверху вниз. Вот таким образом, да, там. То есть сверху вниз. То есть у нас вектор силы, он не раздваивается, он совпадает. Он идет от локтя к кулаку. Там. Там. Если кто-то посчитает, что этот удар не такой жесткий, не несет под собой никакого урона, посмотрите на бои Геннадия Головкина. В принципе, сегодня удары рубящие, именно вот в такой постановке, когда локоть выше кулака. Здесь основной момент, на который нужно обратить внимание, это именно вектор силы. Куда вы направляете свою силу. Тактический, тактический удар. Мы подготавливаем, подготавливаем атаку. Подготовили удары жестким.